Привет дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с таким очень нужным и кондитеру и просто хорошей хозяйке тестом. Это вытяжное тесто, простое, самое простое вытяжное тесто. И делается оно тоже проще простого. С него можно придумать уйму всяких и закусок, и десертов, и чего угодно, и с разными начинками. Это будут и вот такие вот штрудели с маком, и штрудели с яблоками. Это могут быть всевозможные вот такие вот конвертики с начинкой. Очень вкусно их делать на мангале, с сыром классно. Вот такие вот корзиночки в формочку вставляете и пекаете. Можно запекать с начинкой, с жульеном, тоже бесподобно. Также это можно обрезать по формочке, в которых мы кексы печем. И это получатся вот такие вот корзинки с более ровными краями. То есть вариантов уйма. Можно сложить вот так вот и сложить конвертом. И потом это будет как квадратная такая слойка. Ну просто море для фантазий. Рецепт очень-очень прост. По сути нам нужно просто смешать все эти ингредиенты. Ну а для начала я буду смешивать только 250 грамм муки. Для того, чтобы мое тесто стало более однородным. Сюда нужно будет добавить просто яйцо, воду, соль и масло. Масло растопить. У меня разошлись все комочки. Я добавлю еще 50 грамм муки. Для того, чтобы уже мое тесто замешивалось и стало плотнее. Замешиваться тесто должно хотя бы минуток 5. Для того, чтобы в нем клейковина развивалась. И оно потом хорошо вытягивалось. Все, мое тесто уже больше не хочет нормально замешиваться в данном количестве в кухонной машине. Оно просто по венчику гуляет. Поэтому дальше я буду работать руками. Подсыпаю рабочую поверхность мукой. Скажу, у меня ушло помимо вот этих 300 грамм, которые я добавила в кухонную машину, но еще грамм 20, наверное, не больше муки на подпыл. Сильно много муки добавлять не нужно, иначе ваше тесто будет забитым и будет очень плохо тянуться. Но и мало муки тоже плохо, потому что тесто у вас будет быстро рваться. Особенно, если вы будете тянуть его руками. И вы не профессионал. Скажу больше, даже я не профессионал в этом деле. Я не могу сказать, что штрудели я делаю раз в неделю стабильно. Но иногда все-таки хочется побаловать родных всякими такими вкусняшками. И это не обязательно штрудели. Вот такое вот у меня получилось тесто. Оно не твердое, не мягкое. Я не знаю, как объяснить. Смотрите по консистенции сами. Подкатываю тесто в шарик, заматываю его в полиэтилен и отправляю в холодильник. Минимум на полчаса-час. Я обычно люблю это делать на ночь. Чем дольше полежит тесто, тем лучше оно потом будет тянуться и более эластичным будет. Если вы будете не огромные пласты теста катать, то все равно удобно вам вначале подкатать тесто скалкой. Больше внимания придаем именно краям, потому что их растянуть будет сложнее всего. Их обычно либо отрезать приходится, но тянуть их не совсем удобно. И потом переворачиваем на обратные стороны рук на костяшки наше тесто и начинаем его как бы прокручивать. Под своим весом тесто, и вот вы видите, я его протряхиваю и от центра провожу руками. В общем, так как вы чувствуете и смотрите, где тесто плотнее, так его и растягиваете. Я не профи в этом деле, поэтому иногда моих нервов не хватает на то, чтобы вот так вот растягивать тесто, и там не появлялись никакие дырочки. Иногда все-таки появляются, я их залепливаю, и поэтому я потом просто кладу тесто на стол и довожу его скалкой. Мне так спокойнее на душе. Я его делаю точно таким же тонким, как если бы вы его вытягивали, но мне так, честное слово, проще. Мы точно так же сможем сделать это тесто и с помощью скалки таким же тоненьким, чтобы через него, вы видите, уже просвещается рисунок на моем силиконовом коврике. Посмотрите, это тончайшее тесто. Оно очень быстро сохнет, поэтому работайте с ним быстро. Я надеюсь, вам пригодится мой рецепт и куча ваших кулинарных фантазий с ним воплотится. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока!